Здравствуйте всем! И вы на канале моих орхидейных и цветочных джунглей. Джунгли из домашних цветов, как я их называю всегда. Говорю, у меня не квартира, а джунгли. Знакомые соглашаются. Знаете, хочу показать сегодня... Ну, конечно, сегодня суббота, день более-менее свободный. Прошлась по своим орхидеям, поливала их. Кое-какие выбрала для обзора. Вот видите, стоило закончиться жаре нашей, как мои орхидеи спокойно цветут и даже не собираются сбрасывать. Видите, как жара действует на орхидеи. Когда она стояла 38, они у меня месяц ровно цвели. Вот жара закончилась. Сейчас у нас и ночью похолодало, и ночью похолодало до 12-13. Днем стоит, ну, 23-24, вот так. И посмотрите, сразу они пришли в норму. Сразу они цветут, даже не собираются сбрасывать. Жалко, что вот этот мой кот в мешке, который сугобит рис, он, ну, получается, его жара все-таки захватила. Есть такие хорошие новости. Ну, не знаю, хорошо это или нет, как это скажется на цветении, но я уже говорила, что вот этот мой фотоба Green Butterfly, это фотоба зеленая бабочка, он у меня лист растит. Вон он, видите, вот он, листик растит. Вот. Ну, у меня еще и Мария Тереза собралась лист растить. Не то, что собралась, а выдала его. Вот, посмотрите, видите, начали растить лист. А лист здесь, вот я обломала, ее вообще бывает неаккуратно, именно ногтями обломала. Здесь был наросший лист, красный, вот это моя отметинка. Ну, вот надо ставить заново. И вот мы растим второй лист. Не успели доцвести, уже растим лист. Ну, у меня почему-то все орхидеи очень сильно любят наращивать листики. Ну, вот так мои цветуны поживают. В общем-то, они мне нравятся, симпатичные, стоят, радуют. Так, что еще хотела сегодня включить в обзор. В общем, праздную победу над моими тремя миньками, мини-орхидеями, которые я покупала, говорила, как сухарики с пересушенными корнями. И все, что от них оставалось, это вот такие попрышки были. Вот так. Вот так вот штук по 4-5. Это все, что от их корней оставалось. Вот эти вот такие попрышечки были. Ну, и все. И посмотрите, в общем-то, вот через год, через год их состояние, вот этот лист наросший, первый, и вот второй растет. Это не мои. Смотрите, какая шикарная, зеленая. Какой лист здоровый нарос, посмотрите, вот в моем доме. Тоже он практически размером с магазинный. То есть, она прекрасно себя чувствует, растит корни. Ну, как вы знаете, да, что если в моих орхидей вот так зрительно нет корней, то это не факт, что там внутри полный горшок этих корней, не нарос. Так что, абсолютно это не показатель, когда вот так крутят и показывают корни. Абсолютно не показатель того, есть корни в горшке или нет. То есть, видите, вот я до этого пересаживала орхидеи, вы видели, что зрительных корней не было, а стоило горшок раскопать, а там просто мочалка целая из корней была. Второй, это который мой сога-битрис только что процвел. Вот я уже цветоносик у него обрезала, она уже успела засушить его. Вот, и посмотрите, тоже я говорила, он лист растет. Вот неделя прошла, и вот только неделя в обзоре показывала разница в неделю. Ну, как показать-то? Посмотрите, какой огромный. Неделю назад он был, ну, наверное, ну, вот так. Посмотрите, какими темпами растут они. Вот. Тут вот этот мой один наросший, вот этот второй растет, мой наросший. В общем, конечно, она мне месяц только всего порадовала цветением. Но я на нее не в обиде. Это тоже бывший мой сухарик, он зацвел одним из первых. И у нее, конечно, она вообще листики не теряла. Вот видите, что значит, когда бактериалки нет. Вообще нет перелива. Вот она, наоборот, засушенная была. Вот этот листик у нее еще вот такой, вот видите, он как был, вот желтенький. Он так и держится вот таким желтеньким. Но, видите, когда бактериалки никакой нет, когда растение не залито, оно никогда не теряет листья. Вот у нее целое, типа, давайте посчитаем, сколько. Раз, два, три, четыре. И вот это пятый растет, да, и с этой стороны раз, два, три, четыре. вот, это у нее девятый лист растет. И, значит, у нее было изначально семь листиков, и два наросли в моем доме. Но вот этот тоже не факт, может, это и мой, но не помню. Я не сразу начала листья помечать красным. И уже, когда увидела, что они так бешено, бешеными темпами растут, я потом, просто мне стало интересно, и сколько же за год их таких нарастает. это я начала помечать. И, честно говоря, на первых порах я прям запуталась. Там, где я видела вот эти, вот знаете, как у меня бывают же орхидеи, которые были проблемниками, и у них там, ну, лист нарастает в половину, да, где-то размера. Но это проблемные орхидеи, они выходят из этого проблемного состояния, так что я от них пока и не жду рекордов. И их было легче помечать, вот такие листики, которые в половину. А там, где вот они полноценно наросли, я могла и не пометить. Все-таки, мне кажется, не было у нее так много листиков. Обычно они, знаете же, продаются, ну, четыре, ну, пять листиков. А у этой уже девять. Вот не знаю. Видите, а темп бешеный, с какими они растут. Возможно, вот этот мой. Вот что-то мне прям кажется, что это мой. Видите, он еще такой странной формы вырос. У меня бывает такое. Ну, да, тоже хорошенький. Вот этот вообще зелененький, шикарный. Вот видите, это за неделю. Обалдеть. Вот темпы, да, просто. Вы думаете, вот она, наверное, какими-то, там, я не знаю, стимулирует. Нет, вы знаете, как положено орхидеи удобрением поливать. Я вот так поливаю, и все, и ничего такого с ними не делаю. Нет у меня никаких диковинных средств. У меня есть, и то я говорила, я год ровно орхидеи поливала тем, которые, удобрение для цветения. И все, мне было некогда купить удобрение для роста. И вот смотрите, несмотря на то, что я поливала удобрением год для цветения, посмотрите, какие бешеные темпы роста. Видите, орхидеи как-то, если условия все нормальные, то она и без удобрения себя неплохо чувствует. И вот третья, значит, их было три засушенных сухарика. Я говорила, третья у меня была самая проблемная. Она вот такая вся скукоженная, была вся. И вот где-то с месяца назад, или уже полтора, наверное, прошло, я заметила, что она как-то сидела, и вот ее шея была над грунтом. И вот она вот такая вся скукоженная. И я потом подумала, вот они не зря поступают к нам, приходят в этих торфяных стаканчиках. Это говорит о том, что шее нужна влажность. И я решила ее углубить, посадку. Смотрите, как ее заглубило, практически она вровень с грунтом растет теперь. И посмотрите, из-за два дня вот этот лист сразу набрал тургор. Какой он был? Хуже, чем вот этот. Они вот так висели. Вообще были безжизненные тряпочки. Вот этот час, я говорила, что второй уже в половину тургор набрал. Но вот он набрал, вот смотрите, с этой стороны набрал, с этой почему-то не набрал. Но тоже рада, вы знаете, лист вот же растет, поэтому все с ней нормально. Поэтому она вот такие вот и нарастила, листики никакие, потому что ей питания не хватило. Она не сидела шеей в грунте и не получала достаточно влаги. И стоило мне только углубить, и посмотрите, через два дня, это просто, знаете, это был настолько для меня шок, что через два дня вот такой лист вот так стал идеальным. Вот из такого вот, вот с такого вот стал вот таким идеальным. Я думаю, ну надо же, оказывается, все-таки шее нужна влажность. И неправильно делают те, посмотрите, у меня все орхидеи, они вровень с грунтом растут. Нет у меня, которые, ну вот, вот это, ну, у меня тоже она не сильно заглублена, но она тоже, знаете, она чуть-чуть, может быть, ведь, ну, это может и корешки так наросли, не знаю. Ну, в общем, у меня все орхидеи, я их сажу в грунт, и шею я нормально заглубляю, чтобы она была вровень с грунтом. Вот так. Шее нужна влажность, как ни крути. Так, ну что, праздную победу. Вот такой вот еще, видите, лис был, вот он еще, вот этот не отошел. Но он уже, смотрите, он, кстати, помятый, вот такой, ну, смотрите, какой твердый, он тургер набрал. В общем, праздную победу все три мои мини-орхидеи. А у меня еще только в прошлом обзоре была сога Вивиен, которую я все, все видео называла Марию Терезой. Извиняюсь, самая первая моя орхидея, которую я купила, это была сога Вивиен. Вивиен, по-моему, это по-французски Вивиен, надо говорить. Сога Вивиен. Вот мне кажется, Вивиен, это не английский язык. И моя сога Вивиен, это моя первая была орхидея, и всю дорогу в том видео называла Марией Терезой. Вот она, моя Мария Тереза. И это была орхидея, которую я купила на первое сентября прошлого года. И она, получается, ну вот, первое сентября был год, как она в моем доме. А та сога Вивиен, она у меня полтора года в доме. У меня всего, я еще раз повторяю, выращиваю орхидеи полтора года. Но вот видите, поначитавшись иностранных видео, понасмотревшись, их именно не наших девочек. Нет у меня девочек, вот и мальчиков на наших, ну, каналах, которые, ну, есть там, знаете, несколько человек, которые реально, вот результаты, да, они прямо вот шокируют, как Наташа Бокова. Но немного система, я, ну, как, вот эта система, как они называют, когда грунт практически не дышит, ну, то есть нету таких вот отверстий. И у нее действительно, у нее шикарный результат. Еще там есть цветочный рай канал, тоже я смотрю, прям, ну, да, шикарный результат, ну, ничего не скажешь. Вот, наверное, два человека, которые меня действительно поразили. И третий, это еще мужчина был, я говорила, вот это он мне проложил дорогу к орхидеям, ребят, я ему уже, я уже прям заходила на его канал, передавала ему привет. Это, если не ошибаюсь, ой, Алексей, наверное, каждый видел его орхидею, чуть ли не в 50 цветов. И у него орхидея, который 5 лет, и который просто цвела, там, я не знаю, может, под 100 цветов у нее было, может, 50, я не знаю, Горобей, Алексей Горобей, да, вот это мои кумиры, я имею в виду, что эти люди реально меня поразили своими результатами, но они-то выращивают орхидеи уже давно, у того же Алексея Горобея 5 лет этой орхидеи, поэтому, ну, вот именно меня Алексей Горобей вдохновил, вот, если там у других они цветут, то, как у него цвела, вы можете найти его визе, как у него цвела орхидея, что-то или в 50, или в 100 цветов, ей 5 лет, и там уже мама старейшая с таким количеством деток, и все это в одном, в одной этой посудине, это все таким просто шикарным цветением, я когда увидела орхидею, вот моя любовь тогда проснулась к ним, и я действительно даже сейчас передаю привет Алексею Горобею, вы зажгли мое сердце орхидеями, теперь я не могу остановиться, но я к тому говорю, что есть, конечно, кумиры, и вот, честно говоря, то, что я применяю, это опять же, это больше техника Алексея Горобея, потому что вот он как раз таки садит в такие, насколько я знаю, посадки, где идет метод пролива, там, где есть дырочки, там, где есть дышащий грунт, там, где есть аэровентиляция горшка, и мне такая система больше нравится, потому что, ну, не видела я вот у других, да, наших русскоговорящих орхидеистов, да, результатов, кто выращивает, вот, господи, как же эта система называется, кто выращивает в закрытом, да, в закрытой системе, ну, не видела я таких потрясающих результатов, да, они цветут, да, они цветут просто ковром, но нет по 50 цветов, понимаете, и все-таки вот его система, это, и это, кстати, та система, которую я везде на американских каналах видела, вот именно система, они считают, что это наиболее приближенная система к естественным условиям, и уж, конечно, я никогда не буду садить ни в какой керамзит орхидеи, ни в какой, какой-то там химический придуманные, какие-то гранулы, вот эти вот, каким-то химическим методом созданные, то есть, вот эти всякие там перлиты и всякие прочие, даже названия не знаю, никогда не буду, потому что моя цель приблизить условия содержания орхидеи к естественным, и поэтому, ну, вот видите, они все прекрасно чувствуют, не могу сказать, что вот что-то мне не подходит, что я ищу до сих пор путь, метод, как выращивать орхидеи, меня все устраивает, абсолютно, вот, значит, вот это моя третья, я над ней праздную победу, наконец-то, то есть, она вот такая, знаете, и не умирала, и не погибала, вот сидела, вот такая скукожная, даже уже показать не могу, есть у меня старые видео, но опять же, я не мастак их, не мастер вот эти видео свои вмонтировать в новые видео, не умею, не буду делать, честно, и времени у меня нет вот этим всем заниматься, просто праздную победу, реально все, третья моя мини, она живая, и она в росте, в общем, три мои мини, и я еще для чего привела-то сога вивьен, эту орхидею, что, по-моему, она тоже же миничка считается, да, сога вивьен, вот, значит, у меня четыре мини, вроде как, я то, что покупала цветашками, тоже, знаете, я же говорила, кота в мешке покупала, что это, не знаю, еще у меня есть победа моя, я очень рада, только вам неделю назад показывала моих микро мини орхидеи, да, сказала, что одна у меня еще как, только тронется в рост, так я сразу успокоюсь, это у меня растет листик, да, четвертый, они у меня, покупала их залитыми, цветущими, видела, как цветут, красавчики, но очень переживала, что они у меня не выживут, и посмотрите, наконец-то у нас появился лист, это прошло еще неделя, поэтому опять они в обзоре, я настолько рада, теперь можно успокоиться, как у меня только орхидеи трогаются в рост, я вообще перестаю переживать за них, то есть все хорошо, если я дальше все буду тоже делать, что я делала, все у них будет замечательно, вот эти сегодня я поливала, эти еще нет, но сейчас проверить, проверять буду, надо ли поливать, вот, в общем и так у меня листик, вот эта, которая я говорила, желтенькие листики, но все-таки она у меня отошла, что помогло, как я думаю, солнышко, солнышко помогло ее вытащить, в том плане, чтобы вот эти все гнилостные процессы, которые там может быть где-то, и намеревались выйти, они просто, солнце все, оно же грунт, все-все-все, там где у меня идет рассеянное солнце, они видят солнце, то есть рассеянный солнечный свет, они видят, вот это солнце, оно просто убивает всю вот эту, ну вот как вам сказать, всю эту, все эти гнилостные процессы, и в общем, ура, вот она у меня начинает растеть, так, ну что еще хотела показать, давайте я сказала, еще две осталось, то, что я хотела в обзор включить, я как-то давно, я говорила, я открывала свой канал, но он у меня просуществовал месяц, у меня там были проблемы с компьютером, как мне казалось, очень большие, пришлось этот канал удалить, потому что мне казалось, там что-то какие-то, не знаю, что было, но что-то все ненормально было, я этот канал удалила, открыла новый, не помню, на каком канале показывала, это та орхидея, которая сказала, я победила бактериальную гниль, тоже победила, чем? просушкой на солнце, я, во-первых, победила ее тем, что я ее глубокую просушку ей устроила, и она у меня стояла на солнышке, и тут с ней все хорошо, вот это то, что вы видите, да, это, это давно и старое, то есть, вот это все давно высохло, да, цвет остался, но это все, и у нее, я тогда говорила, листик пошел, и не дошел, шел, шел и не дошел, в общем, это получается, середина у нее все-таки засохла, или, ну, не сказать, что сгнила, потому что, вот видите, вот у нее она, вот так она все выглядит, но теперь я вам покажу ее со стороны, вы даже вот, вот если со стороны ее увидите, вы даже не поймете, что у нее какая-то проблема, она абсолютно здоровая сейчас, то есть, у нее вот эта, так скажем, середина, так скажем, сгнила, наверное, так сказать, будет правильно, и засохла, потому что все это, я месяц ее просушивала, глубокая была просушка, и вот это все просто засохло, оно вот так стоит уже, я уже ее полгода назад показывала, что я ее победила, эту гниль, ну, я просто ее хотела показать, вот очень давно еще говорила, что там листик рос, но листик не выжил, в общем, знаете, конечно, не хватает здесь сил выйти, ну, я думаю, она, конечно, или детку мне со временем даст, или на ответвление, вот у нее она, почку, знаете, почка у нее набухла еще весной, значит, она ее как-то больше не трогала, ну, я думаю, она или, или даст мне детку, или, ну, почему бы не дать цветонос, что ей не хватает, она питание все получает, кто и знает, может, она еще не процветет даже, пусть она мне просто не трогается, но, вот, из этой пазухи она еще не цвела, и все возможно, хотя не знаю, что там в середине, вот, ну, в общем, полгода мы вот так уже сидим, тургор просто великолепный, опять же, она у меня в целях профилактики стоит там, где солнце, там, где, ну, вы поймите, что я вот когда говорю сейчас все, ааа, у нее же там сгорят, ничего, девочки, не горит, но, опять же, у меня нет такого, чтобы у меня окно было, и деревьев впереди не было, у меня есть деревья впереди, солнце идет, заливает подоконник солнечным цветом, но этот цвет идет рассеянный, то, что как раз нужно орхидеям, поэтому она у меня в целях профилактики, всегда там стоит, и, в общем-то, никакие гнилостные процессы уже, если я, конечно, переставлю на другое окно, вот, там, где тень, там, что это возобновление всего будет, но там, где солнца нет, ничего не будет, оно у меня уже так полгода, вот, и что еще хотела сказать, и вот это моя орхидейка, которую я недавно пересаживала, помните, у которой было 14 корней, но я говорила, что-то мне посадка не нравилась, потому что, я когда все-таки ее грунт взяла, немного грунт был влагоемкий, я немного коры добавила, вот листик она у меня опять новый растет, и я говорила, что она у меня еще раньше, что это за орхидея, не знаю, покупала цветашкой, она у меня еще раньше падала на розетку, прибила эти все листья, корни отбила, нижних корней не было, потом вот эти 14 корней у нее шикарных наросли, они у меня где-то в обзоре есть, и вот теперь я ее пересадила, где-то, ну, месяц, наверное, полтора уже назад, вот, это вот так у нее дела, лист она вот почему-то не дорастила, опять за новый, но это как обычно у меня все, вот, что хотела сказать, вот этот лист у меня изначально был раздвоенный, из-за того, что она тогда упала, этот лист лопнул, она прямо на розетку упала, вот у меня очень долго таким был раздвоенным, я вообще очень люблю эстетику, и как-то вот я заметила, у меня несколько таких было орхидей, где листья вот такие вот, ну, раздвоились, где-то еще в самом начале, когда я начинала заниматься, что-то, может, я где-то неправильно делала, почему листья вот так лопались, не знаю, сейчас у меня такого не происходит, у меня сейчас листья не лопаются, то есть я уже, я говорю, экспертом стала по орхидеям, уже их, ну, ничего такого не делаю, что им плохо, но то есть это только фаленопсисы, девочки, только фаленопсисы, я не эксперт пока по другим орхидеям, я считаю, я о фаленопсисах, я где-то около 250 иностранных сайтов прочитала, я столько литературы перечитала, что, наверное, это книг, уже 5 полных книг, больших, там, не знаю, 200 страниц каждая, вот, информации столько перечитала, что просто, я уже все проблемы вижу орхидеи, но имеется в виду фаленопсисов, и как я решила эту проблему все-таки с эстетикой наладить, посмотрите, это у меня уже так стоит и на 2 недели, посмотрите, я просто взяла скотч, я его не по всей ширине взяла, а, ну, узенький такой взяла, и вот так лист заклеила, и знаете, ну, во-первых, он у вас, когда вот так раздвоено, он цепляется за все, да, вы несете поливать, он цепляется, это настолько неприятно, эстетика некрасивая, вот сейчас я заклеила, и она такая, вот знаете, ну, прям стала хорошенькая, прям вот, пусть этот желтенький листик, но, и даже где-то, я думаю, что может быть, может быть, где-то, если кончики листа, там, где зелененькие, может, оно даже и срастется, кто его знает, понаблюдаем, и, в общем, вот так вы можете, если такая была проблема у вас, да, с листиками, просто с внешней стороны никакого вреда от орхидеи не оказывает, посмотрите, ничего не темнеет, не чернеет под листом, просто скотчем берете, клеите и все, потому что я думала, этот лист вообще потеряю, он же рабочий, видите, он, посмотрите, он практически весь зеленый, он работает, он накапливает все, что надо, но вот это вот, что он отцепляет за все, он больше еще рвется, видите, проблема решается легко и просто, ну, и еще раз, значит, в обзоре, был, кто по прошлому видео не смотрел, это так у меня за лето, нарос мой треогранный молочай, вот такой шикарный, куст уже размером где-то в 70, ну, точно сантиметров, 70, может чуть больше, вот так еще у меня себя чувствует, тоже занесла, потому что немного сейчас ночи пошли, прохладный, это щучий хвост мой, вот эти три новых листа, нарастил за лето, но продолжает их рост, так, минуточку, вот эти три, вот они, видно, серенькие, такие новые, красивые, вот они, три листика нарастил, ну, и, в общем-то, все, вот такие новости из моих джунглей, надеюсь, это видео было кому-то полезным, и так, на этой заставочке красивой, с цветущей, Мария Терезой, перед вашим экраном, мы заканчиваем, всем пока, до следующего видео,